Ледовый каток в столице планируют открыть в конце декабря. Сейчас ждут из-за границы новый купол. Если смонтировать не успеют, каток временно сделают открытым, как например на Красной площади в Москве. Об этом сегодня сказал мэр столицы Олег Довгопол. Тирасполь, каток Снежинка. Здесь ждут новый купол из Словакии. Это долго. Плюс потом монтаж. Если не успеют до декабря, есть другой вариант. Об этом сегодня сказал мэр столицы. Даже если поставщики по каким-то причинам нас подведут с поставкой этого купола, по объективным причинам мы все видим, какая ситуация сейчас на границах с пропуском транспортных средств, грузовых, то мы планируем запустить каток в открытом виде. Есть такой вариант развития событий. В принципе, чиллеры все готовы. То есть сама установка холодильная готова. Добавит и новогоднего настроения. Ну и, соответственно, добавит уже возможность нашим терраспольчанам и гостям нашего города воспользоваться катком в полном объеме. Открытый ледовый каток – это своя атмосфера. Такой, например, заливают каждую зиму на Красной площади в Москве. Или вот еще примеры. Хэмптон-Корт в Лондоне. Потсдамерплац в Берлине. Каток на железнодорожной площади в Хельсинки. В террасполе говорят, если каток придется сделать открытым, это понравится всем. Мне лично вспоминается, как в детстве мы катались по речке. Когда солнце светит, свежий воздух. Плюс будет добавлен вечерний свет. Постараемся это организовать, если дойдем до этого. Ну и плюс музыкальное сопровождение. Ледовый каток в Террасполе планируют открыть за неделю до нового года. Чтобы кататься без купола нужно не выше 10 градусов тепла.